По легенде, семиклассника Женю Третьякова вместе с одноклассниками захватили в заложники. Прямо из-под обстрела их спасли вы инослужащие. И как только ребята выдохнули, еще не успев вдоволь насладиться порцией адреналина, на них обрушилась вторая волна огня диверсантов. Удивило то, что много сцен было, не как одну-две, а именно три, и очень долгих. То есть это очень интересно, особенно даже как бы перешли с КПП и вот сюда. Очень интересно, особенно мы очень увлекаемся военным делом и очень нравится это. Было чуть-чуть страшно, когда стреляли по колонне, и было прикольно. Именно так и впечатляюще начался день открытых дверей в 6-й отдельной механизированной бригаде ко дню мотострелков. Помимо показательных боев, для школьников организовали тематические площадки. Не обошлось без традиционной выставки современной техники и оружия. Самое смелое пробовали свои силы в стрельбе из автомата на импровизированном полигоне. На протяжении всего дня каждый желающий смог подкрепиться солдатской кашей и с новыми силами идти к следующей локации. К слову, они вызывали интерес не только у учащихся, но и у обычных гродненцев. Приходили целыми семьями. Как показывает практика, именно на таких интерактивных площадках у молодежи повышается интерес к военному делу. А готовить будущих защитников Родины, уверены в бригаде, нужно именно со школьной скамьи. Патриотичка воспитания молодежи – это, наверное, одна из самых главных составляющих в данный момент. Молодое поколение должно знать, что армия с народом, армия для народа. И то, что армия – это, наверное, одна из самых главных составляющих обороноспособности нашей страны. Молодые люди должны не бояться армии, а с удовольствием сюда идти и знать, что армия всегда защитит. Какие есть плюсы службы в армии, а также чем занимаются военнослужащие ежедневно, продемонстрировали на дне открытых дверей в 6-й бригаде. И, судя по выбранному формату, сегодняшний день гродненские школьники запомнят надолго. Егор Скипко, Елизавета Димчук. Новости Гродно+. Новости Гродно-Скипко, Елизавета Димчук. Новости Гродно-Скипко, Елизавета Димчук.